Приветствую вас! Родить ребенка не поздно и в 40, а кто заражает даже и после 40, так что здесь поздно или не поздно определяется исключительно здоровьем. Другой вопрос, что вы не готовы, судя по всему, стать родителем. Здравствуйте! Эля, я думаю, что ситуация заключается в том, что тот факт, что для вас это серьезный шаг, тот факт, что вы не готовы морально к родению ребенка, и тот факт, что вы не знаете, как себя правильно вести. Говоря потом, что ребенка вы хотите не самого по себе, а хотите вы чего-то связанного с ребенком, хотите вы чего-то связанного с ним, но при этом вот есть как бы опасения, да, опасения, что может не получиться. И надо сказать, что эти опасения, они, в общем-то, оправданы, потому что, ну, действительно, к ребенку вот так относиться, как видите его вы, да, готовиться морально, правильно себя вести. И это не очень хорошая история, потому что, ну, все-таки, ребенок это то, тот, ребенок это тот, кого вы воспринимаете все-таки, на мой взгляд, как бы так сказать, ну, более естественно, что-то. Вот, они так, как это вот вы описали, да, да, не так, как вы это вот раскрыли, что их оправдаться надо морально и спрашивать, точнее, и отвечать на вопросы его о том, где папа и так далее. Вот, хотя при естественном, адекватном подходе у вас, у вашего ребенка, у вас вопросов такого плана даже не возникнет. Вот. Кроме того, немножечко настораживает то, что вы называете своей мечтой о рождении ребенка. То есть, вот, это очень настораживает, потому что ребенок не может быть мечтой, ребенок может быть только лишь, скажем так, определенным следствием того, что вы делаете. Тебе мечта предполагают некие, некие, ну, некие позитивные состояния для вас. С ребенком такая ситуация не работает, потому что у ребенка могут быть свои, вообще, планы, свои представления о том, как все должно быть. И, таким образом, очень повышается вероятность того, что, чем больше вы ожиданий вкладываете в ребенка, тем больше разочарования вам он принесет. Вот. И, соответственно, тем более конфликтными будут ваши отношения с ним. Поэтому, во избежание подобных моментов, которые будут травмирующе сказываться и на ребенка в большей степени, и на вас в меньшей, мне кажется, стоит разгрузить немножечко ту мечту, которая у вас сейчас есть. И, если вы говорите про здоровую семью, то ваши слова, они не лишены смысла в том плане, что, ну, действительно, семья, семья желательно жена была полной для ребенка, потому что вы не замените ребенку отцу отца. Вот. И зачем, зачем этот ребенок, если нет, ну, если нет отца. Вот. То есть это в некоторой степени такое достаточно эгоистичное желание, то есть направленное на вас. Если это эгоистичное желание, то ребенок вам не нужен для того, чтобы это желание реализовать. Потому что за стремлением родить ребенка, как правило, скрывается другое желание, как правило. Какое желание надо выяснить, надо выяснять. Сейчас это не понятно, потому что, ну, это нужно анализировать, возможно, вы сами в этом себе не отдаете отсчет. Но, так или иначе, так или иначе, правда, заключается в том, что вам не нужно рожать ребенка для того, чтобы реализовать свои мечты. Вот. Потому что вот это вот желание стать родителем, да, готовность стать родителем, она у вас не реализована, ну, хотя бы потому что вы говорите, что вы морально не готовы к рождению ребенка и так далее. Плюс любимого человека рядом нет. Вот. То есть на первый план, на первом плане сейчас гораздо важнее разобраться, почему у вас нет молодого человека, почему у вас нет любимого, почему у вас не откладываются отношения с мужчинами. Вот. И, соответственно, проанализировать и подкорректировать вот эти вот аспекты. Вот. Тогда можно рассчитывать на то, что ситуация изменится, станет лучше. Вот. И тогда уже вы сможете решить для себя, что вам делать дальше. То есть, возможно, раскрыв свои желания, лучше понять себя, вы убедитесь в том, что ребенок вам еще не нужен. Возможно, вы сможете построить отношения с мужчинами, которые, ну, которые, если не достали мать, то мы можем. Возможно, вы просто откроете себя и не будете переживать по поводу того, что, ну, что вы морально, там, не готовы и так далее. Потому что, ну, никакой моральной подготовки к родине ребенку не нужно. Вот. Вы либо хотите, либо нет. Вот. Ну, еще раз повторяю, что мечтой ребенок быть не может. Именно мечтой. Потому что, ребенок это человек, у человека, соответственно, свой путь. Человек это самостоятельное такое образование, да. И, соответственно, мечтой. И человек быть не может за мечтой. И, наверное, все-таки, ну, что-то дает человеку. Тому, кто мечтает об этом. А ребенок ваш, он может вам не дать ничего и вы останетесь ничем. Вот. Поэтому, вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. Другое дело, что реально за вашей мечтой может что-то стоять. Вот. Это реально. За вашей мечтой может что-то стоять. То есть, я имею в виду, что за вашей, за вашим желанием родить ребенка может что-то стоять. Что-то, какая-то реальная потребность. И эта потребность не в ребенка, опять же. Вот. И имеет смысл для вас и для ребенка. Потому что, слишком, слишком много на него накладывается ответственности. Поэтому, для вас и для него лучше было бы, если бы вы разобрались в том, что это за желание. И как его лучше удовлетворить, реализовать. Вот. Тогда ребенка вам бы хотелось меньше тогда. И, возможно, любимого человека вам хотелось бы меньше. Вот. И так далее. А сейчас у меня такое ощущение, что вы, вот, слишком, слишком сильно ориентированы на семью, на создание семьи. Вот. Мне не кажется, это, хороший, такой, конструктивный, да, позитивный день. Вот. Так вот. Так вот. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. На ваш, который вы задаете. Значит, я думаю так. И, конечно, отказывать вы себе ни в чем не должны. И, конечно, если вы хотите мамой стать, если вы считаете, что, ну, что вы готовы уже, там, скажем, делиться опытом. Да, если вы, там, грубо говоря, чувствуете, что пожили для себя, то в таком случае, конечно, никто вас от рождения ребенка не уговорит. Вот. Не отговорит, точнее. Ну, это и на самом-то деле не нужно. Вот. Но, просто, как бы, если вы хотите, чтобы ребенку было хорошо, то, наверное, стоит подумать о нем. О том, как ему будет жить, житься. Вот. Вот. И, совершенно очевидно, что жить ему будет, ну, не очень, не очень здорово. Вот. Потому что, ну, потому что, он будет, как бы, без опса. Вот. А любому ребенку нужен ответ. То есть, понимаете, здоровая семья – это немножко другое, это немножко другое определение. Вот. Здоровая семья по здоровой семье понимается немножко другое. Вот. А полная семья необходима для полноценного развития личности. Вот. И, соответственно, пока что я не увидел, того, что вы, вот именно вы, да, чувствуете себя, как вот, ну, полноценно раскрывшийся. Вот этого я пока не увидел. К сожалению. Вот. Поэтому, все это можно, безусловно, подкорректировать, все это, безусловно, можно выправить, все это, безусловно, можно раскрыть. А, вот. А, ну, пока так. Пока так. А, так, значит, поздно ли ночь первого, первого ребенка в 30-24 года без супруга? Нет, не поздно. Это серьезный шаг, но ждать, думаю, нет, тоже нет смысла. А, тут, вот, тонкость, что ничего ждать не нужно. То есть, вот, когда человек ждет, он начинает идеализировать. Когда человек все это ждет, он начинает идеализировать. А, так что, родине ребенка и вообще ребенка, а также супруга не нужно ждать. Это все, этого не ждут. Вы идете по своему жизненному пути, вот, и все. То есть, никто, никто, никого, повторюсь, не ждет. Это ожидание ничего хорошего не несет, кроме каких-то разочарований. Вот, поэтому, тут, момент вот такой. Вот, то есть, ждать практически всегда влечено от смысла. А если человек имеет какие-то ожидания, то это зачастую говорит о его неоправданных и безответственных в плане субъективного, в субъективном плане ожиданий, безответственных ожиданий. Как подготовиться морально к родине ребенка? А, вот, в чем проблема? То есть, в чем, в чем проблема того, что вы не подготовлены сейчас? Как правильно себя вести, если спросит, где папа? Ну, вот, опять, да, что значит правильно? Вот, правильно это как? Вот, правильно. То есть, нет такого понятия, как правильно. Вы ведете себя так, как вам, вот, хочется, например. И все. Нет такого понятия, как правильно. Просто, просто нет. Вот. Ага. Ну, такая вот история. То есть, если ребенок спросит вас, где папа, а вы будете прекрасно отдавать себе отсчет и понимать, почему произошло так, как произошло, что вы ему легко об этом скажете. Об этом сможете сказать. Все как есть. То есть, вот, как есть, так и сказать. Вот. Это будет не что-то, не что-то, ну, придуманное, ладно. А это будет именно, вот, позиция, позиция, которую вы пронесете сквозь года. Вот. А так получается, что вы хотите понастроить каких-то конструкций, теорий, гипотез, вот, которые, ну, очень поскольку отражают реальные события. То есть, которые очень поскольку отражают то, что с вами реально происходит. Вот. Мне кажется, это несправедливо. Несправедливо. И по отношению к вам, мне кажется, это несправедливо и по отношению к ребенку. Вот. Поэтому, на мой взгляд, обратить внимание здесь нужно, вот, именно на эти вещи. Вот. Ну, а то, что касается, вот, того, что вы морально не подготовлены к ребенку, я вам открыл небольшой секрет. К этому нельзя морально подготовиться. Потому что, ребенок, это такая, знаете, квинтэссенция творчества. Вот. Это квинтэссенция стандальности и нереально. вот, как к этой квинтэссенции творчества подготовиться. Потому что, ну, это ребенок. И никакая формальность, да, вот, именно, именно формальность. Формализованное поведение никакое здесь не идет на пользу ребенку самому. Вот. Поэтому мне, думается, что ответить вам можно на ваш вопрос примерно так. Так. Дальше. Здоровая семья, это папа, мама, дети. Ну, опять же, здоровая семья, это немножко другое. Это все понимают. Нет. Опять же, здесь я вижу у вас некоторое проявление комфортности. Потому что все это все понимают. У всех в своей ситуации. Да. Ну, вот. Мне хочется спросить, а как вы относитесь к тому, что все все понимают. Если хочется ребенка, зачем? А нет, человек рядом, не лечат за себя мечты. Как ребенок может быть мечтой? Как какой-то человек может быть мечтой? Что этот человек должен дать вам, что он стал для вас мечтой? Может ли человек быть тем и дать вам то, что заставляет вашу мечту? Почему ребенок должен нести ответственность за то, что вы хотите и о чем мечтаете? В этом ключевой момент. Если вы считаете, что ваш ребенок достоин такой ответственности, чтобы давать вам то, что вы хотите, то это ваше право. Но если вы придерживаетесь того, что ребенка это новая жизнь, это счастливая жизнь, то, мне кажется, стоит сперва разобраться в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.